Дмитрий Мишкур Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! пожалуйста, отсея вашей большой души и, конечно, тому, кто право, слива. И, конечно, там, кто право, слива. Друзья, мне очень легко проповедовать в этой церкви. И одна из причин, что я примерно так уже рост, как паста Рисея, очень удобная кафедра. Давайте откроем Деяния Апостола с первой главой. И будем читать с первой стиха. Первую книгу написал, как тебе Феофил. А всем, что Иисус дел и чему учил от начала, до того дня, в которой он вознесся. Дав святым духам павеление апостолам. Деябрясь апостолам. Которых он избрал. Которых он избрал. Которых он избрал. Которых он избрал живым. Виным. По страдания своем. Тема он и сава стешен срады. Со многими верными доказательствами. Ар дозка идром зиме. Продолжение 40 дней являшись. Биа дзивс парады. Пет 14 днам. И говори о царстве Божьем. И так, как Господи Иисусе Христое было предсказано в священном писании. Он родился на эту землю. Которых он был предсказано в священном писании. Которых он был предсказано в священном писании. Он умер на кресте. За мои, за твои грехи. Он был мучим за наши беззакони. Он пошел ват и он страдал за нас. Но как он был предсказано в священном писании. В третий день он воскрес из мертвых. Слава Богу! Братья и сестры, мы имеем с вами величайшую привилегию иметь взаимоотношения не с еще одной философией или религии, но с единым живым воскресшим Господом. Слава Богу! Слава Девам! И собрав их он повелел им. Не отлучайтесь из Иерусалима. Не азиет на Иерусалиме. Но ждите обещанного от отца. А чем вы слышали от меня. Я боян крестил водою. А вы через несколько дней после этого. Будете крещены Духом Святым. Поэтому они садятся и спрашивали его. Говоря. Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю. Он же сказал им. Не ваше дело. Не ваше дело. Знать времена или сроки. Зинять лаику с вами ближе. Который отец положил в свою власть. Который отец наложил в свою власть. Но вы примете силу. Который отец наложил в Иерусалиме. Белые одежды сказали. Диви вираз болтат зрябез пиестаис и теится. Мужи галилейски. Галилейски. Что вы стоите и смотрите на небо. Кою стаутся и скататись у небес. Это ты Иисус. Шийс Иисус. Вознесшись от вас на небо. Кас узнен спромно юм с небес. Придет таким же образом. Как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы. Тад они отгрезались в Иерусалиме. Называемая Леон. Которая находится близ Иерусалима. Кас и тупи Иерусалиме. В расстоянии субботнего пути. И так Господь Иисус Христос. Собрал своих учеников. И сразу будьте все вместе. Потому что я пошлю то, что Отец обещал. Дух Святой сойдет на вас. Вы примите силу. И будете моими проповедниками. Евангелистами. Из Иерусалима. Та же это край земли. И когда он сказал эти слова. Его ноги начали отрываться от земли. Метры. Пять. Пять метров. Пятьдесят. 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 Об том облаке славы взяла его. И у них слов не без са. И настолько ученики были захватаны. У них мацы были захватаны. Этим драматическим переживанием. А шо драматическим переживанием. Если бы сегодня. Я шоден. Братья и сестры. Два ангела. Брали и мази. Диви ангели. Я видишь бы вместо меня за эту кафедру. Я думаю, вы обратили бы на них. Я думаю, вы обратили бы на них. Но ангелам пришлось кричать. Мужики галилейские. Что же за такое важное послание они внесли? То послание. То вествием. Которое помогло ученикам. Каз полидзе им ацет. Пробежать свой жизненный путь веры до конца. Изполнить предназначения. Сохранить веру. А большинство из них. Притерпели мученицкую смерть. За веру во Христа. Я верю, что это послание очень важно для нас сегодня. Я считаю, что это послание очень важно для нас сегодня. И чем оно заключается. И куда это есть? Этот Христос. Который только что ушел от небеса. Наступит день. Когда он вернется. На эту землю вновь. Почему так важно это послание? Что важного в нем? Что будет, когда он вернется? потому что когда он вернется он поставит предел безбожному человеческому правлению и утвердит свое тысячелетнее царство Божье на этой земле слава Богу если бы его возвращение зависело бы от него я глубоко уверен что он уже давным-давно скачал бы со своего трона и сбежал бы по небесным ступеням сюда вниз знаете почему? потому что когда он уходил с этой земли он оставил очень вескую причину для своего очень скорого возвращения догадайтесь, о ком идет речь конечно о его возлюбленной о его прекрасной о его красивой невесте о церкви Господа Иисуса Христа улыбнитесь может это о вас я не знаю как это было у вас у меня возможно был классический случай я много ездил по стране служил Господу по своей стране моя супруга или тогда невеста служила помощником пастора в одной из прекрасных церквей нашей страны пар макитая по лигу венах бринштей и под человечески мы наверное не имели даже шансов встретиться 900 километров 900 километра но Богу было угодно мы встретились любили объявили помолвку перед лицом церкви и раз на какую-то время то в моем городе то в ее городе мы встречались время пролетело катастрафически быстро мы не могли надешаться друг с другом нас смотреться друг на друга тогда не было доступно телефонно и интернет связи как сейчас поэтому фактически единственным средством нашего общения было писать друг другу письма и одно из моих писем было на 18 страниц про больше я вам не расскажу с промежутком в 2-3 дня а телефонные счета были огромные и мы мечтали как даже наконец наступит тот самый день когда нам больше не надо будет расставаться когда Бог перед лицом церкви и общества сочетает нас соединит в одно целом и так мы проведем вечность если мы как люди можем так друг друга любить я вынужден вам признаться спустя все эти годы я люблю свою супругу и сравненно больше и Бог подарил нам двух прекрасных сыновей насколько же сильнее Христос любит свою невесту насколько же сильнее Он влюблен в каждого из вас насколько же сильнее Он мечтает соединиться с нами и больше никогда не расставаться и провести друг с другом вечером поэтому если бы это зависело от него он уже там он им давно был бы здесь он уже удерживает его об этом мы сегодня будем говорить Деяния апостола в 3 главе апостола в 3 главе с 18 стиха но 18 пантина Бог же как предвозвестил бед Диус каа ар-вису у стами всех своих пророков пострадать Христос так и исполнил и так покатись и обратитесь чтобы загладились грехи и отгрезаетесь ла ўсу грехи да придут времена отрады отлица Господа и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Хреста изобретать Хресту Которого неба должно было принять В оригинале даже сильнее будет удерживать Кас аистуре со времен до времен совершения всего лидц лаиком когда весь бухс пепелдит что говорил Бог устами всех святых своих про Роков от векам и так братья и сестры небеса будет удерживать Хреста на небесах до тех самых пор пока не исполнится все о чем Бог проговорил через своих пророков в этой книге должны исполнится пророчества Библии которые и отгрозят для Иисуса Хреста на небесах это небесли шламбал зашгут на небесном светофоре это зеленый светофор и позволит ему сбежать сюда на землю и одно из таких пророчеств записано в Евангелии от Матфея 23 главе и когда вы открываете священное писание и мы будем читать с вами с 37 стиха я хочу задать вам вопрос кто из вас когда-либо раньше был в Израиле есть но есть на чем потрудиться вы однажды хотя бы однажды должны побывать в Израиле вы обязательно должны быть на Галилейском море по которому Иисус ходил на горе преобразение где он преобразился в славе пред учениками на той горе где он проповедовал вечные ценности на горной проповеди вы обязательно должны побывать в саду гроба конечно в гробнице убедиться что его там нет потому что он воскрес но одно из тех мест где вы обязательно должны побывать это Леонская гора как раз то самое место с которым Иисус пророчествует последующие слова когда вы будете на Леонской горе старый город Иерусалим во времена Иисуса Иерусалим откроется перед вами как на ладони то что вы видели во время Христа прежде всего храм храм храмовая стен храмовая сена храмовая ворота храмовая путь по которому первосвященни ходил в храме принцю жертву за Израиль Иисус смотрит на Иерусалим и обращается к евреям к Израилу такими словами Иерусалим 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 избивающий пророков и камнями Папливающие посланики тебе. Сколько раз хотел я собрать детей как птица собирает тенцов своих под крыльями. И вы не захотели. Сколько раз я открывал свои объятия тебе. Сколько раз я хотел собрать укрыть спрятать но вы не поняли что служит для вашего мира для вашей безопасности вы не узнали времени моего позиции вы отвергли и он продолжает пророчество вот остается вам дом ваш пуст эти слова исполнились в точности немного больше чем через 30 лет как Иисус предсказал в 70. году наше эры 10. римский легион атаковал Израиль атаковал Иерусалим и фактически снес его с лица земли Иерусалим разрушен грамм разрушен до основания Иерусалим распахан плугали Иерусалим был апарта ар арклием миллион евреев убиты миллионами эбреи оставшиеся в живых евреи выгнаны из своей земли и рассеяни по четырем концам земли Иисус продолжает пророчество говорится ибо сказав вам евреям евреям жителям Иерусалима 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 не увидите меня отныне да коли не воскликните те, кам юс сатисиет благославен славец гряди кас нак во имя Господня на евреите эти слова звучат баруха ба без шема дунай слова барух значат да словно варц нозиме стать на свои колени поднять свои руки и благословить имя Господа послова для спасения друзья этими словами Господь Иисус Христос говорит пока евреи жители Иерусалима Иерусалима не склонит передо мной свои колени свое сердце и не благословит меня как своего Господа своего царя послова для спасения они не увидят его но знаете что это значит что не только они не увидят его на земле до этого момента никто другой не увидит его на земле до этого момента когда мы думаем о возвращении Господа Иисуса Христос иногда мы думаем что он собирается возвращаться сюда еще поменьше мерить три раза один раз за церковью верьез печь драуз конечно протом улыбничес опять о вас отлично отлично второй раз за Китайцами отреи печь čиньи их очень много все сразу не войду все сразу не войду утрещи но так ли это давайте посмотрим слова Господа Иисуса о своем возвращении Евангелие от Матфея 24 с 26 стиха Итак Если скажут вам вот он в пустыне не выходите вот он по тейону комнату не верти ибо как молнии сходят от вас и видна бывает даже до запада так будет пришествия сына человеческого 29 и вдруг после скорби днете солнце померкнет и луна не дас света своему и звезды спадут с неба и силы небесные поколемлюсь тогда и тогда знамения сына человеческого на небе и тогда вас плачутся все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силаю и славою великой слава нашему Господу слава мусу кунгам братья и сестры вот каким будет возвращение нашего Господа это не слабый человек это не жертва за грехи людей это не вор ночью это владыка всех влады царь всех царствующих Господь всех господствующих возвращается на облаках славы чтобы войти правление над своим творением и утвердить свое царство Божие на этой земле написано каждое око узрит его каждый уста исповедует и каждое колено преклонится пред Небесных земных и преисподних Иисус говорит как молния рассекает небо от одного конца до другого если бы сегодня в Риге была бы гроза неважно в каком районе вы бы находились вы одновременно увидели бы эту молнию Иисус говорит не важно в какой географической точке земного шара люди будут находиться в этот момент они узрят его возвращающегося с великими чудесами славою изнаменими слава Богу но этот момент не наступит до того мгновения пока евреи Израиль жители Иерусалима не признают его своим Господом так может ли однажды наступить день в истории когда весь Израиль признает давайте посмотрим книгу пророка Захарии 12 главу и будем читать выборочно с первого стиха пророческое слово Господа об Израиле Господь распростерший небо основавший землю и образовавший дух человека внутри него говорит вот я сделаю Иерусалим чашу изступления для всех окружающих народа и так же для Иуды во время Асада Иерусалима и будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен все которые будут поднимать его надорвут себя а соберутся против него все народы земли и так пророк вдохновленный духом святым видит конец времен перед тем как царь возвращается на эту землю и он видит невероятное единство в нации он видит как все нации объединились в одну единую широчайшую коалицию за всю историю человечества и вы скажете что же объединит их возможно дать мир всему миру или накормить все голодных нет будет одна единственная мысль которая объединит все нации в этом едином порыве в этом штурме против Иерусалима давайте пойдем и снесем Иерусалим с лица земли и мы уже сегодня слышим эти голоса несколько лет назад в районах и президент Ирана Махмуд Ахминдижат сказал не место Израилю быть на карте мира это раковая опухоль которую нужно удалить скальпелем в момент захвата или оккупацию Крыма два года назад Прямо в тот же самый момент в Москве произошла научно-дипломатическая конференция собрались великие ученые дипломатические мужи политики и совещались о самой насущной проблеме о статусе Иерусалима они сказали евреи дизировали Иерусалим права христиан и мусульман ущемлены надо исправить это исправительство давайте отдадим Иерусалим под международный мандат совсем недавно в прошлом году Брюссель Европарламент издал указ закон который обязывает всех политиков дипломатов ученых мужей политических лидеров общественных лидеров которые запрещают встречаться восточной части Иерусалима включая Иллионскую гору и также Иудею Самарию потому что Европейский совет союз воспринимает эту часть не принадлежащую Израилю это часть будущего палестинского государства и когда мы говорим про Иудею и Самарию это прямо сердце обещанной Богом земли Авраму и израильскому народу и так все народы соберутся и пойдут войну против Израиля и Иерусалима но не будут успешны надарвут себя надарвут себя почему потому что есть шестой стих в тот день я сделаю князей Иуденых как жаровню с огнем между дровами пар деговщем аизкорием малькой и как гарящий светильник среди снапов и они истрибят все окружающие народы с правой слева и снова на силу будет Иерусалим не до конца точный период оригинал написан и останется Иерусалим на своем месте в Иерусалиме 8 стих в тот день защищать будет Господь жители Иерусалима и самы слабы между ними в тот день будет как Давид а дом Давида будет как Бог как ангел господин пред ними и будет в тот день я истриблю все народы нападающие на Иерусалим а на дом Давида и на жители Иерусалима и за лью дух благодать и умиление и они возрят на него которого пранзили и будут рады о нем как рады об единородном сыне и скарбят как скарбята первенцы в тот день поднимется большую плать в Иерусалиме как плать гада Дримона в Далини Мегидонской и будет рыдать земля на иврите это слово Эрц относится только к земле Израиля каждая племя особа племя дома Давидова особа и жены их особа племя дома Нафанова особа и жены их особа племя дома Левина особа и жены их особа племя Симеонова особа и жены их особа и сестерния племена до 12 калина Израиля лидц 12 Израиля каждое племя особа и жены их особа и первые стих 13 главы в тот день откроется источник Дома Давидова и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистки братья и сестры в тот самый день когда все народы двинутся войной против Израиля и против Иерусалима это и есть момент истины это и есть момент развязки куда Бог направляет этот период человеческой истории и в этот самый момент когда Иерусалим евреи будут окружены со всех сторон врагами и нет куда будет ждать помощи без выходной отчаянной ситуации в этот самый момент сам Господь Иисус Христос он вяжется в эту драку он спустится с небес он сразится с этими народами он произведет над ними суд но на свой народ Израиля который будет собран со всех концов земли и все 12 колен Израиля будут стоять в своей земле написано он изольет дух святой дух умиления и благодать и в этот момент и глаза откроются и они узрят того которого пронзили и будут рыдать о нем как о своем собственном потерянном первородном сыне и будут говорить ему как же мы не поняли что ты был тем самым обещанным мессией для нашего спасения как же мы не узнали тебя как же мы отвергали тебя так долгое время и там будет великий плач и не только покаяние но и великий плач примирение между народом Израиля и царем Израиля и Иисусом Христом и в этот самый момент всем домом Израиля откроются источники для очищения грехов есть только один источник способный смыть грехи это кровь Господа Иисуса Христа в этот самый момент все 12 колен Израиля будут очищены и омыты кровью агнца Божьего Иисуса Христа слава нашему Богу давайте почитаем немножко почитаем немножко больше об этих событиях пророка Захария 14 главе со второго стиха и соберу все народы на войну против Иерусалима и взят будет город и разграблены будут домы и бесчищены будут жены и половина города пойдет в плен но остальной народ не будет изтреблен из города тогда выступит Господь и ополчится против этих народов как ополчился в день брать и станут ноги его в тот день на горе Иллионской Которая пред лицом Иерусалима к востоку Иерусалиме прекшу и раздвоится гора Иллионская и раздвоится гора Иллионская от вас тока к западу виду пощу диваз до ляз весьма большую долину и половина гора отойдет к северу а половина ее к югу вот почему вы должны обязательно побывать на этой горе до того как он вернется конечно сфотографироваться потому что когда он вернется и его ноги станут на этой горе она раздвоится на две огромные горы и огромная долина будет посреди и реки живой воды потекут в этой и вы побежите в долину гор ибо долина гор будет просераться до оси и вы побежите как бежали от землетрясения в одни ози саре иудейского и придет Господь Бог мой и все святые с ним и будет в то день не станет света не бувся жутом не аукстом не карстом не саули ши диена бувся венега ведомо только Господу ни день ни ночи лишь вечерние время явится света и будет в то день живые воды потекут из Иерусалима половина к морю восточному мертвому и половина к морю западному утрого зиру ретумом средиземном летом и зимой так будет и Господь будет царем над всей землей в то день будет Господь един и имя его едино братья и сестры подумайте каким будет его возвращение это не слабый человек это не жертвенный агнец это владыка всех владений это царь всех царств это творец возвращается править своим творением когда его ноги станут на Лионскую гору она раздвоится на две огромные горы с долиной посреди и реки живой воды потекут и куда эти потоки в падут туда придет жизнь и наш Господь Иисус Христос войдет в Иерусалим сядет на престоле Давидова и утвердит из Иерусалима над Израилем и до концов земли свое тысячелетнее правление царство Божие на этой земле он убьет духом усвои нечистиво антихристо написано ангелску дьяволу тысячу лет посадят его на цель посадят его в бездну чтобы не изкушал народу всякие нечисты дух всякие идоли как вода наполняет море так познание Господа и Его славы будут наполняет эту землю и великий шалом мир Божий будет наполняет сердца людей мир и справедливость будут править на этой планете написано Господь будет судить не потому что он видит и не потому что он слышит а по истине Божьей гармония придет во всем творении потому что написано что волк будет вместе с ягненком казленок будет вместе с барсом лев вместе с коровой вместе с сизбут и не будут друг друга ест а ребенок будет играться над народу змеи и она не причинит ему никакого вреда гармония слава Богу слава Девам и написано что имя только одного Господа будет величайма на всей планете только одному Господу будет поклоняться в Латвии в Украине и по всему лицу земли догадайтесь как имя этого царя конечно же Иисус Христос и мы будем править и мы будем править и с Господом Иисусом Христос и с его народом Израиля и с его народом Израиля и с этой планете слава Богу слава Девам и давайте почитаем послание к Римлянам и запустим ромейшу весту апостолис Павил что ты оставил нам там в отношении Израиля и будем читать первую стиху и так спрашиваю неужели Бог отверг народ не как ибо я израильтянин от семени Аврамова из колена Вениаминова не отверг Бог народа своего который он наперед знал Бог знал свой народ он знал его победы ради него его подвиги ради него но он знал но он знал и его падение его ошибки точно так же как он знает наши с вами подвиги победы ради Господа но он так же знает и наши с вами ошибки падения и даже не побоюсь этого слова грехи аминь но он знает что когда мы падаем ошибаемся что мы не останемся там лежать что мы поднимемся что мы будем продолжать жить для Господа что мы будем продолжать свой путь свое поприще свой бег ради него вместе с ним веру сохраним течение совершим пробежим всю свою дистанцию все ради чего нас Бог родил на эту землю мы исполни совершим вместе с Богом и ради него и веру сохраним и как апостол Павел говорит веру сохранил течение совершил а теперь иду чтобы получить награду когда мы исполним все и пойдем туда да жемчужные ворота небесного Иерусалима они будут перед вами открыты миллионы ангелов Божих миллионами Деву Энджелю придут встречать вас чтобы дать вам честь как победителям как узворотаем Патриархи Божи придут Деву Патриархи Най Аврам Атец Абрахам Майсей Пророк Захарий Патриархи Но впереди всех выйдет Господь Иисус Христос Он откроет для вас свои объятия Он обнимет вас прижмет вас к своей груди вы услышите как бьется сердце Он витрит ваши слезы Он оденит вас в кристально чистые белые одежды а паяшит вас золотым поясом Адинит вам на голову золотую корону Жизни Искажет вам Молодец Ты не сдался Ты победил Ты пробежал свой путь веру сохранил до последнего дыхания когда ты шел в дом Божий и другие крутили виска Ты тогда продолжал быть верен мне когда давление было так сильным когда казалось что твоя молитва она даже не выходит из твоих уст и тогда продолжал шептать мою имя Молодец Войти в мою радость Этот город Я построил для тебя Эти жемчужные ворота Я построил для тебя Эти основания из самых драгоценнейших невероятной красоты камней Я построил для тебя Эти золотые улицы прозрачной чистоты через которую вы сможете увидеть все эти двенадцать оснований из самых драгоценнейших камней Я построил для тебя Эта река жизни которая течет посреди города для тебя Это дерево жизни там есть И вы увидите его в славе его престол и как ангелы летают вокруг престола и каждый раз когда они делают круг вокруг него и Господь открывается им в новой ипостась все что они могут делать это закрыть своими крыльями свои глаза и взывать Свят Свят Господь Савао и атмосфера славы и его радости будет безмерно переполнять вас и в этот самый момент Господь даст вам награду за все что вы для него сделали здесь на земле за каждое ваше дыхание ради него за каждый ваш подвиг ради него за каждое ваше дело ради него и вместе с ним и он скажет вам вайти в мою радость и раздели со мной вечность и мы будем писать с тобой новую историю братья и сестры я не знаю что вы проходите с чем мы столкнемся через что мы пройдем еще но это стоит того чтобы жить жить для него не сдаться не пустить руку сохранить веру до последнего мгновения нашей жизни до встречи с ним придет ли он сюда раньше или мы пойдем к ним аминь и апостол Павел продолжает и дальше там пророки Илья жалуются на Израиле что Израиль плачевных отношениях к Богу и пятый сих так и в нынешней время по избранью благодати сохранился остаток так и в наше время по Божьей благодати Бог сохранил остаток Своего народа Израиля который все еще рассеян по четырем концам земли который прошел через святую инквизицию через кастри через крестовые походы через погромы Второй мировой войны через Холокост Второй мировой войны когда шесть миллионов евреев были убиты только за то чтобы населись к этому народу но Бог сохранил остаток своего народа 7 стих что же Израиль чего искал кого не получил избранные же получили а прочи ажесточились как написано Бог дал им духу глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня чего искали евреи чего они не получили послание к римлянам в 9 главе 4.5 стихе написано они искали славы заветов усыновления погаслужения исполнения обитований Христа которые от евреев сущие по плоти Бог избранные же получили кто же избранные а кто первые кто уверовали во дне ученики апостолы но кто они по национальности евреи а где была рождена первая церковь в Иерусалиме и историки говорят что первая церковь насчитывала примерно около 100 тысяч человек хорошая церковь аминь представьте новоскресное богослужение в Риге новое поколение 100 тысяч человек хорошая церковь избранные получили а прочие ожесточились слово ожесточение а каменели своими сердцем и ослепли своими глазами как написано Бог дали им духу запленье глазах, которыми не видят и уши, которыми не слышат даже до сего дня Павел продолжает 11 стиху и так спрашиваю неужели они приткнулись чтобы совсем пасть неужели это конец истории никак но от их падения спасение язычникам но от их падения спасение latвийцам но от их падения спасение всему остальному миру от того, что их глаза закрылись спасение пришло во весь остальному миру слава Богу братья и сестры когда он вернется он уже вернется не как как жертва за грехи но он вернется как царь но так же как судья он будет судить народ он не хочет чтобы хотя бы кто-либо из людей погиб он хочет чтобы добрая весть а спасение достигла каждого человека на этой планете вот почему он сказал перед тем как он вернется Евангелие будет проповеданного свидетельства всем народам и тогда придет конец он любит каждого человека он творец создатель каждого человека и каждого народа но у него хороший план для людей у него хороший план для Латвии у него хороший план для каждого из вас аминь и он хочет дать возможности каждому человеку выйти из-под этого суда изиет избегшос судьбу тапец как иракстить что верующего Христа на суд не приходит но перешел из смерти вечной в жизнь вечной паргаясь мужига дзивива но почему он не дас нам с вами жить нормальной жизни обычной встал утром но р façon помалился полудз пашел на работу пришел посмотрел телевизору новости растроился помалился полудз пашел спать гаил гулей встал утром но р physicists Дальше знаете, он коснется нашего сердца, он вложит в него свое время, свой плач, по этим людям, которые вы еще не знаете, кому-то из вас он покажет сны, кому-то даст пророческое откровение слова и пошлет вас миссионерам в дальние народы. А кого ты из нас? Он пошлет самая длинная миссионерская путешествия. Выйди за порог твоего дома. Позвони своему соседу, скажи ему, я люблю его, я возвращаюсь, я хочу, чтобы он вышел из-под этого суда. Но в нашем с вами спасении есть часть по отношению к еврейскому народу, чтобы возбудить в них ревность, когда они смотрят на эту великолепную церкви. Как вы поклоняетесь Богу Авраама и Сака Якубу. Христу, рожденному от евреев. Когда они смотрят, как вы благословляете евреев. Светиет евреев. Место того, чтобы проклинать, как это делает весь мир. Обвиняя их во всех бедах. Если бы вдруг сегодня был в Риге, не было бы воды. Все же знают, кто ее выдал. На заборах пишут. Место этого церковного поколения благословляют Израиль. Молятся земли. Просат этого мира Иерусалиму. Это царство, которое придет на эту землю. Это должно начать возбуждать в них вопросы. И они должны сказать вам, христиане, церковного поколения, что с вами не так? Когда весь мир гонит, вы благословляете. Когда все проклинают, вы волитесь. И дальше. Если же падение их, это богатство мира. И искудение их богатства язычникам. То тем более полнота их будет полнота. И 15 стих. Ибо если отвержение их, это примирение мира. То, что будет принятие, как не жизнь, как не дзиви, из мертвых. Когда они примут его, это вызовет такой эффект, как жизнь, как дзиви, из мертвых. Сила воскрешения Господа. Она пронижит каждое творение. На этой планете. И в Риге будут хорошие дороги. Хорошие услуги Жека. Лаби поколпоеми. Конечно, хотелось бы и до этого. Коммунально. Грибался бы и до этого. Аминь. Ну где же мы во всей этой истории? Бет, кур мэйс в висах шиньи снотиком? 16 стих. 16 пантиньч. Если начать свят, то и целы. Если начать свят, то и целы. И если корень свят, то и ветер. И если уже некоторые из ветвей отломились. А ты дикая маслина. Бет ты, Эллис, кокс. Привиуса на местах их. И это не точный период. Местами сильно дальней. Потому что в оригинале написано. Оригиналой раксты. Пасреди них. Виню виду. И стал общником корня. И соком маслины. И беруясь на шиньи. То не привозначиси перед зрителем. Вот где мы. Мы были вне Израиля. Вне Завета. Вне Бога. Вокруг кастрофа бегали. Но Бог взял нас. И привил посреди этого Божьего постарника. Израиля. К тому же самому корню. Иисус Христос. И тот же самый сок маслины. Который питает Израиль. Слава. Богослужения. Калпошена. Заветы. Дерибас. Усыновления. Диобернīба. Абитования. Апсолиуми. Христос, который это евреи по пути Бога. Кристос, который это евреи по пути Бога. Кристос, который это евреи по пути Бога. Подтекли в нашу с вами жизнь. И вот почему мы сегодня имеем полное право. Провозгласить. Ни одно орудие. Сделанное против нас. Не будет успешно. И всякие языки, которые соседуются с нами. Мы обвинем его. Потому что это наше наследие от Бога. И оправдание от Господа. Хотя это обетование было дано 2600 лет назад пророка Исаия Израилю. Но Бог взял нас и привил посреди этого дерева. И сделал нас общниками того же корня и сока маслины. Слава Богу. И 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой. Чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти. До времени. То есть только на какой-то период истории. Пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано. Придет от Сионной избавитель. И отвратить нечестие от Иакова. И вот завет им отменял. Когда сниму с них грехи их. Братья и сестры. Это ожесточение в Израиле. Ослепление. Только на какой-то период истории. Данный для спасения всех остальных народов земли. И когда полное число войдет в этот ковчег спасения из разных народов племен и языков. И как Господь Иисус сказал, что Евангелие будет проповеданного свидетельства всем народам. И мы сегодня с вами живем в это время. Когда Евангелие проповедуется в тех нациях, в которых оно еще никогда раньше не проповедуется. Сегодня есть живые церкви в Багдаде. Прямо посреди войны. Евангельская церковь. ЦЕМИ ЦЕМИ Являлся Христос распитый на кресте воздухе. ЦЕМИ И целые деревни спасались, примиряясь с Богом. Иран сегодня это страна, где самое большее сверхъестественное Божьих проявления Египет. Смерть за веру в Иисус. Есть живые тысячные церкви. Южная Корея 70 лет назад. Нищая, мусульманская страна. Сегодня это фактически христианская страна, которая находится в Сеуле самая большая евангельская церковь. В полном миллионах прихожан. И Индия переживает Божье посещение. Сейчас там одна из самых больших церквей. 20 лет церкви. 130 тысяч человек. Пакистан переживает Божье прикосновение. Пакистан пакистан. Пакистан пакистан. В прошлом году Папуа, Новая Гвинея и Уругвай одновременно в этих странах было крещено в воде по 5 тысяч человек. И у них не хватало своих служителей. Поэтому они были вынуждены обратиться к пастырями служителям других динаминаций из разных вокруг островов, чтобы они могли прийти и помочь им крестить в воде. Китай, отгородившись от всей китайской великой стеной, коммунистически. Коммунистически. Но сегодня Китай переживает мощнейшее Божье движение. И евангельские статисты начитали в Китае около 100 миллионов об 100 миллионах из-за того, что, братья весь из-за того, брали у нас, Индонезия, самая большая мусульманская страна, вы же слышали, как 2004 год одна волна унесла четверть миллионов жизненных людей. Да? Цунами. Но немногие из вас знают, что прямо накануне цунами всех иностранных миссионеров христиан выгнали из этой земли, а местных уверовавших Индонезийцев убивали за веру в Иисусе, бросали к дюйму, а их детей забирали насильно и отдавали на усыновление мусульманские семьи. Одна волна, 250 тысяч убивали, у Бога есть аргументы. Но сегодня в Индонезии есть церкви под 25-30 тысяч человек. Это обычная церковь. Как ваша? Два года назад я встретился с епископом двесятнического движения. Церкви шесть лет. 25 тысяч человек. Братья и сестры, мы живем во время, когда Евангелие мощнейшей волною движется по всему лицу земли. И когда Божий ковчег войдет так много людей из разных народов племену языков, которых невозможно будет сосчитать, тогда эти двери ковчега закроются и Божий взгляд полностью обратиться к своему народу Израилю. Как написано, он придет на Сион, снимет с них их грехи, и весь Израиль будет спасен. И его царство наполнит эту землю. Слава Господу! Слава Девам! Я знаю, что многом из писаний и вы думаете, когда он уже закончится консоль. Но у вас же есть самый главный вопрос. Но когда все это произойдет? Когда же он вернется? Когда же он вернется? Если вы проспали до этого момента, если вы проспали до этого момента, то садзирады сейчас. Самое главное. И погей мои проповеди. Монс святернс галпункт. Мы подходим к концу. Книга пророка Еремии. 23 глава. Потому что я сейчас скажу вам, когда он вернется. Скажи своему ближнюю. Он сейчас скажет тебе. С третьего стиха. И соберу остаток стада моего из всех стран. Куда я изгнал их. И возвращу во дворах. И будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними постарей. Которые будут постарей. И они уже не будут бояться. И пугаться и не будут теряться. У меня устрауц. У меня устрауц. У меня позор. Говорит Господь. Та сака тас кунгс. Вот. Редзи. Наступай дни. Нагс дни. Говорит Господь. Та сака тас кунгс. И восставлю Давиду отрасли праведни. Кад я изритишу Давидам. С большой буквы. И сту атвесару. И вас царится царь с большой буквы. Кас валдийс кајнинч. И будет поступать мудро. Валдийс гудри. И будет производить сут и правду на земле. Устаре стеса у тазнайбу вирс земес. Вадни его. Виѣа лаикам. Иуда спасется. Изглабс юду. Израиль будет жить безопасно. Израиль дзиво с дрощи. И вот имя его. У виѣа варти. Которым бут назвать его. Като саугс. Господь. Бус. Аправдание наше. Тас кунгс мусу тазнайба. Поэтому. Та дейл. Вот наступай дни. Редзи нагс дни. Говорит Господь. Сака тас кунгс. Като уже не бут говорить. Та дни сацис варти. Жив Господь. Тик тяшам, ка тас кунгс дзиво. Катару вывел си нова израильвах и земли. Кас изведа Израиль бэрнс. Но. Бет сацис. Жив Господь. Тик тяшам тас кунгс дзиво. Катару вывел и катару привел. Кас паведа израильваму дзиннуму. Племе дома израильвам. Из земли северна. Из всех земель. Ум висам земель. Куда я изгнал. Куда я изгнал. И будучи жить. На земле своей. Лайти откал дзиво сава земель. Пророк вдохновленный Духом Божиим. Провец иедес муцар Деву гару. Видит перед тем как царь. Радц пирмс там как тень. Возвращается на эту землю. Отгрешу шо землю. И утверждает свою царство. У ностеприн саву волсты. Когда мир и справедливость. Кад мир и справедливость. Саединяются. На этой планете. Уши планеты. Он видит как все евреи. Винчарец как все евреи. Всех четырех концов земли. Возвращаются домой в Израиль. И пророк задает вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь. О исходе евреев из Египта. Как три миллиона евреев. В один день. Вышли из этой страны. Читали. У вас даже есть постановка. Как огненные кометы падали на эту землю. Как вода превращалась в нилю в кровь. Как лягушки и насекомые. Вы наполняли эту землю. Как первенцы были убиты в Египте. Как красная море растопилась. Как сарганная жура пощерилась. Возможно с вами так было. Вы вышли на берег. Вы вышли на берег. Вы вышли на берег. Креста. Балтийского моря. Балтийского моря. И вдруг. У пекшни. И пусть посушив Турцию. Или куда у вас Швеция. Савсам из Турции. В Звейдрии. В Сирию. С вами было такое? С ними было. И Бог говорит, забудут. Потому что перед тем, как он вернется, он делает что-то намного больше. Актуальнее. И он говорит, это второй исход. Евреи. Который начнет с земли северной. Который начнет с земли северной. А тут своей географии. А хватит все остальные народы земли. А что это за земля северной? У меня к вам просьба. Или домашнее задание. Если позволите. Когда домой придете, найдите глобус. И на маленьком местечке там. Израиль. Поставьте туда палец. И проведите перпендикулярную линию на север. Знаете, где окажетесь? В Риге. В Вильнюсе. Киев. Белоруссия. Грузия. Все 15. Содружественных. Россия. Нету ничего севернее, чем Россия. Там дальше паренцево море. Северо-эльдовитый океан. Евреи всегда с этой территории хотели вернуться в свою землю. Но 2000 лет у них не было земли. И только 68 лет назад. В мае этого года будем праздновать. В исполнении пророчества Исаии. В 2600 летней давности. Который провозносил. Слышали ли вы что-либо подобное? Видели ли? Рождался ли народ? В один день, как все он. Страна. Только родами начала мучиться. Родила своих сыновей и дочерей. Было восстановлено современное государство Израиль. И евреи получили возможность туда возвращаться. Но евреи с этой территории все так же не имели этой свободы. Потому что Советский Союз сказал. У нас тоже есть. Земля, текущая молоком и медом для евреев. Беребиджан называется. И только когда Советский Союз срухнул. В 1990 году, в 1991 году, Железный Замбль срухнул. Эти двери открылись. И Евангелие. Свобода вероисповедания хлынула в наши земли. А евреи получили свободу отсюда выйти и вернуться домой. И миллион двести тысяч русскоязычных евреев за эти годы уже туда вернулось. Так что скучно не будет. Каждый седьмой говорит по-русски. И география исхода пошла уже в другие страны. Каждую неделю евреи больше, чем из одиннадцати стран возвращаются в Израиль из Южной Африки, из Франции, где антисемитизм умножился, Великобритания, Аргентина и другие страны. И сегодня, братья и сестры, мы живем с вами во времена, когда евреи возвращаются по Слову Божьему домой в Израиль. Спустя 2000 лет расеяния. И Евангелия проповедуется по всему лицу земли. И церковь строится. И истина восстанавливается во всей полноте. Я не знаю, что вы думаете об этом времени. Возможно, кто-то из вас говорит, чем я так не угодил Богу, что Он родил меня в это время. Газ дорожает. Северный сосед угрожает. Чем же я так не угодил тебе? Который говорит, нет. Ты не понял. Я родил тебя в то время, о котором мечтали пророки. Они пророчествовали, но не увидели исполнение. Твои глаза видят это сегодня и в твоей земле. братья и сестры как бывший спортсмен имеющий квалификацию мастера спорта СССР. Один из видов спорта, который я изучал в университете. Это из стафета. Вы же знаете, что это за вид. Вы знаете, что это за вид. Четыре человека бегают и передают палочку и надают коцини талой. Пастор, Алексей, я заканчиваю. Так вот, в команде есть два самых сильных. Ну, потому что, если я не расскажу эту историю, вы же не будете знать, о чем он. Есть два самых сильных. Первый, когда он стоит на старте, слышит этот выстрел? Он самый моторный. Самый быстрый. И они без телеплоходов, самолетов, интернета и мобильной связи пробежали так быстро свою дистанцию. И так хорошо, что распространили Евангелие во весь тот цивилизованный мир. Евангелие даже до Латвии дошло. Второй, третий. Они должны быть стабильными. И мы сегодня наслаждаемся такими благословениями сегодня. Свободой, откровениями. Но мы не сами к этому пришли. Кто-то пробежал дистанцию. Кто-то заплатил цену. Но есть четвертый. Он не самый гордый. Но в него вложены самые сильные качества. Самые сильные таланты. Чтобы исправить огрехи предыдущих поколений. И быстрее всех пробежать свою дистанцию. И самым первым пересечь финишную черту. Братья и сестры. Я не знаю, чем мы так с вами угодили Богу. Почему Он посчитал нас такими счастливчиками, что Он решил нам с вами быть этими последними поколениями. И видеть исполнение всех этих пророчеств. Возможно, наши глаза увидят, как Он на облаках славы. Возвращается на эту землю. И, братья и сестры, Он родил нас не только, чтобы увидеть все это. Он родил нас, чтобы мы стали частью Его команды. Чтобы вместе с Ним сделать самую большую работу за всю историю человечества. Собрать самую большую жадку человеческую душу из разных народов применных языков. А написано в книге откровения, что туда придет так много людей, которых невозможно будет сочетать. И помочь евреям вернуться домой, восстановить Израиль, чтобы подготовить платформу для Его возвращения. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И я заканчиваю двумя короткими стихами. Книга пророка Исаии. 49 глава. И давайте поднимемся на наши ноги. Мы будем молиться сейчас. И 5-6 стих. Здесь написано при звании Господа Исауса Христо. И ныне говорит Господь, образовавший меня, с большой буквы, отчревав раба себе, чтобы, то есть целью, обратить к Нему, Богу, Якова, и чтобы Израиль собрался к Нему. Я почти он глазах Господа. И Бог мой силам. И он сказал, Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлев. И для возвращения остатков в Израиль. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение моё простёрлась до конца земли. Одна рука его простёрта, чтобы собирать самую большую жатву, людей по всему миру, и вторая его рука простёрта, чтобы собрать евреев со всех концов земли и обратить их сердца Богу. Он возвращается. Как ты это сказал? Что уже неправильно говорить. Что он скоро вернется. Мы уже можем слышать его шаги. Господь Иисус, мы любим тебя. Мы поднимаем сегодня к тебе сейчас своё сердце, свою душу. Господь, мы славим тебя. Мы превозносим тебя. Мы величаем тебя. Царь наш. И Бог наш. Владыка наш. Иисус, мы восхищаемся тобою. Мы превозносим тебя. И как твоя невеста, как твоя возлюбленная, как твоя церковь, мы мечтаем о встрече с тобой больше, чем обо всём остальном. Господь, мы сейчас жаждем тебя. Мы ищем твоего лица. И мы просим тебя, Дух Святой, двигайся сейчас в наших сердцах и наших душах. Дух Святой, двигайся сейчас в этих жизнях, в этой церкви, в этом месте. Прикасайся к нам. Посети нас, Господь. Яви нам твою славу и твое величие. Господь Иисус, ты сказал в своем слове, что ты стоишь и стучишь в сердца. Господь, не откроем ли мы своего сердца для тебя? Не впустим ли мы тебя, чтобы ты разделил с нами вечерю? Иисус, посмотри в наши сердца. Принадлежат ли они тебе? Продолжаем ли мы любить тебя? Жить для тебя? Ходить с тобой? Продолжаем ли мы служить тебе? Дух Святой, Господь, мани сейчас наши сердца к Богу. Господь, как написано, бездна бездну призывает. Голосом водопадов твоих так твое сердце сейчас манит нас, как самый большой магнит к себе. Притягивай нас к себе, Боже. Пусть твое сердце тянет наши сердца. Твоя душа – наша душа. Пусть мы сольемся в единый целый, соединимся в одном подобии. Пусть мы переживем тебя в Твоей свежести. Обновимся в Тебе. Господь Иисус, мы хотим сказать Тебе в этот день, что Ты – самая величайшая драгоценность нашей жизни. Мы влюблены в Тебя. И мы влюбляемся с каждым днем все больше и больше. Мы восхищаемся Тобой. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы растворяемся в Тебе, Дух Святой. Господь, мы молимся от тех братьев и сестрах, о каждом из нас, чтобы Ты обновил нас сейчас. Пусть свежее дыхание будет сейчас в наших жизнях. Пусть свежие потоки, свежие ветры Духа Святого веют в нашу жизнь, наполняют наши паруса новым движениям. Господь, чтобы мы были способны открыть крылья нашей веры, поймать эти потоки. И пусть эти потоки поднимут нас над обстоятельствами, над тучами и грозами. чтобы мы увидели Тебя во всей Твоей славе, чтобы солнце правды, оно сияло для нас во всей красоте. И пусть Твои лучи ласкают сейчас нас, обогревают наши жизни. Посети нас, Боже. Дыши в наши ноздри и в нашей жизни. Господь, мы снова и снова посвящаем свою жизнь Тебе. И мы молимся, Господь, за эту землю, пока еще есть время услышать Евангелие для людей. Посети эту землю. Пусть мощнейшее цунами Евангелие с силой Духа Святого оно прокатится по этой земле и выйдет далеко за пределы по всему лицу земли. Чтобы эта нация была спасена. Чтобы так много латвийцев пришло на небеса, которых невозможно будет сосчитать. Употреби нас для этого, Господь. Сделай нас Твоими руками и ногами и благословением Твоим. Господь, мы также молимся за Израиль, за Твой народ. Ты никогда не предавал их. Даже когда они шли в печи, Ты был с ними. Но сейчас время милости, время возвращения всех милостей этому народу. Ты посещаешь Твой народ и мы просим Тебя, посети их, подними их из места рассеяния, возвращая их домой, Господь. Влеки их узами любви, веди их дорогу ровную, на которой они не споткнутся, Господь. И когда они возвращаются домой со всех концов земли, Господь, прививай их к корням, к заветам, к обетованиям, но самое главное ко Христу и обрати их сердца к Богу. Господь, мы молимся за Израиль, благословляем Израиль, мы как церковь благословляем сегодня Твой народ Израиля, мы благословляем эту землю, эту страну и провозглашаем шалом этой земле, этой стране целостность, полноту Божью и исполнение всех обетований. И также просим этого шалома Иерусалиму, городу великого царя, город, в который ты возвращаешься, чтобы править над всей планетой. Иисус, мы ждем встречи с тобой и мы говорим тебе, Господь, гряди, Господи, гряди, Господи, мы ждем тебя. Заживайтесь. Да, очень важно рассуждать, размышлять и получить откровение в этой области, в этой сфере. Огромное спасибо, Дмитрий. это очень серьезная, актуальная тема, которая не так часто звучит в церквах, потому что говорить о будущем это стратегическое мышление, чтобы это будущее не застало врасплох. И горе нам, если оно будет неизвестным, а мы будем к этому не готовы, это катастрофа, это называется внезапное вторжение, которое застало тебя врасплох, если ты не готов, ты лох. Это опасно. Я понимаю, что когда, Дмитрий, ты сегодня говорил, и я видел, что ты убежден в этом, я восхищался, думаю, такие горизонты, такой пласт, я чувствовал, я же чувствую, я же не телепат, а я духовный человек, спиной чувствовал, что там кто-то сидел, с чем-то был согласен, с чем-то был не согласен, просто моя просьба ко всем зрителям, слушателям, не стоит ожесточаться против того, с чем мы еще не разобрались. Можно соглашаться, можно не соглашаться, если не соглашаешься, предложи свою альтернативу, как ты думаешь на эту тему, а если предложить нечего, то не стоит эмоции включать, просто я считаю, это твердая пища, это серьезное стратегическое учение, которое нужно спокойно выслушать, переварить, взвесить и перед Богом молиться. Ясно, что мне бы хотелось знать, а где же роль церкви, невесты Иисуса Христа, если там все с Израилью, а где мы будем сидеть, там куча других вопросов, там после этого тысячелетнего царства этот сатана, зачем его выпускать на свободу, я бы его еще на три тысячи лет заковал бы и все, а там он будет выпущен на свободу, с какими-то святыми будет драться, зачем, я понимаю, что у меня много вопросов на эту тему, но я им говорю спокойно, все хорошо, все, тысячелетнее царство будет, будет, а что дальше, посмотрим, дальше, самое главное, друзья, какое-то, не ожесточить своего сердца, чтобы мы, как евреи, не были ожесточенные, Игорь, это к тебе не относится, в Израиль тебе не надо ехать, ты, слышите, евреи, да, те, которые уже воцерковлены вам, пока туда не надо ехать, вы уже здесь спасенные, туда пусть едут не спасенные, потому что, если сейчас весь Брайтон, если весь сейчас Нью-Йорк еврейский рванет туда, я умоляю, пожалейте Нью-Йорк, мы понимаем, друзья, что у каждого есть вот на этой большой, большой духовной карте свое место, и на самом деле сегодня время язычников, сегодня время твое и мое, на самом деле очень правильно спасать надо, вот это полное число язычников, и самое главное, друзья, просто одно предупреждение, не ожесточайтесь, и есть заповедь такая одиннадцатая, не обобщайте, у меня друг был, просто маленький пример для того, чтобы мы на те же грабли не наступили, тема такая, она конфликтная, эта тема, она многогранная, она рассчитана на зрелых людей, у которых рациональное мышление доминирует над эмоциональными выводами, эмоций больше, чем надо, но пусть вот рациональная логика, она доминирует, был пастор, у которого была огромная церковь, у которой было огромное влияние, огромное, я не знаю, служение, снимали они свой штаб или как говорится хедкотер в каком-то здании, которое евреи, ну вы понимаете, кто еще держит здание, как не они, и они арендовали, и у них был договор аренда с правом выкупа, ну казалось, ну все просто, про Израиль говорили хорошо, да здравствует Израиль, мир Израилю и все остальное, понимаете, вот никуда не денешься до тех пор, пока ты благословляешь, Бог тебя будет благословлять, мало ли кто, что может совершить, нельзя обобщать, нельзя по преступлению или какому-то непорядочному поступку отдельного человека говорить о всем народе, ну категорически нельзя, нельзя говорить, да эти латыши все, или да эти русаки все, да не все, и там негодяи есть, и герои, и там, сколько их один Бог разберется, нельзя, понимаете, Лютер при всей своей гениальности, который поднял реформацию вот в Европе, и под конец надо же выйти на эмоции, именно его труды использовал Гитлер против евреев, нельзя, нельзя обобщать, нельзя, ну перепрыгивать через себя, апостол Павел, когда читаешь эти главы, вообще у тебя крышу сносит, потому что ты не понимаешь, а он, он до третьего неба был там восхищен, а ты до потолка не был еще ни разу, поэтому давайте вот тех, кто там вот, ну где-то выше, там вот был, хотя бы просто уважать, на самом деле, ожесточение произошло, логично оно, нелогично, но мы признаем этот факт, для того, чтобы язычники были спасены, и слава Богу, что тот еврейский Бог, он к нам, к нам, просто прикоснулся, и мы спасены, и не надо плевать в колодец, из которого мы столько уже времени пьем, так вот, на чем просто дьявол разводит, и великих, и простых, и вот вдруг, ну ясно, что евреи, они разные бывают, но здесь мерзавец попался, но нельзя по одному, такому негодному еврею, говорить о всей нации, и когда наступил момент, и вдруг оказалось, что, ну, как всегда, язычники проигрывают, по своим, вот таким коммерческим, там, каким-то расчетам, он настолько огорчился, вы знаете, вот как тот Аман ходит, а Мордахи на него внимания не обращает, и он так огорчился, что, вот план обобщения, это грех, а не только его сейчас, нужно уничтожить, нагзать, а весь народ, ну нельзя так, и представляете, этот пастор, все, израильский народ, какой что, мы Израиль, и начал что-то нести на эту тему, это и дало поклонство, молиться, благословлять, ну, короче, ожесточение, привело, к очень такому взрыву антисемитизма, и от этого служения ничего сегодня не осталось, мне так горько, и мне так жалко, что иногда дьявол ловит нас на таких мелочах, и поэтому запомните, не обобщайте, это справедливое, это очень важное, стратегическое учение, которое касается, первое, нашего будущего, о будущем мы должны рассуждать, чуть-чуть дальше, на три, хотя бы три хода вперед, по поводу того, чтобы не допустить взрыва антисемитизма, есть еще одна история, я был, по-моему, в Лос-Анджелесе, на встрече GPN, это были главы разных церквей, вот вы знаете, наш юмор, они не понимают, а их юмор, мы не понимаем, и вот один из них, из Ассамблеи Божьей, какой-то такой солидный человек, такой зрелый мужчина, рассказывает, а дедушка рассказывает своему внуку, какой Христос был прекрасный, кормил болотных, исцелял, чудеса творил, а потом его взяли люди, и бить начали, и издевались над ним, и терновый венок отдели ему на голову, и ребенок плакать прямо стал, и что, и гвозди, вот на гвоздях его повесили, и потом спрашивает ребенок, дедушка, а кто это сделал? И дедушка, чтобы не разжигать дух антисемитизма, говорит, французы. Понимаете, американцы ржали не так, как и сейчас, они катались по полу, а мы четыре, вот европейцы, французы? А почему французы? Ай, ты не понимаешь. Так вот, отсюда мораль такая, пусть лучше французы. Но только, вот если ты будешь недоволен французами, ну как-то, вот небо, может быть, даже и не отреагирует. А вот если ты будешь проклинать и быть недовольным насчет этого народа, это вот там что-то такое особенное. Поэтому Бог, ну как бы, будет обязательно реагировать. И завершающая мысль, на самом деле, еще раз огромное спасибо, Дмитрий. Прекрасный доклад. На эту тему надо думать, рассуждать, строить перспективу. Мне всегда хочется отметить эту мысль, что нравится или не нравится. Но мы признаем тот факт, что есть избранный народ. Это не Латвия, это не Литва, это не Россия, это Израиль. Вот хоть ты тресни, вот избранный народ. Все. Дальше. На небе не будет новой Москвы, нового Нью-Йорка. Это уже и так Нью-Йорк. Не будет новой Риги. У нас старая здесь есть. Но на небе будет новый Иерусалим. И, слушайте дальше, и все, все, с Израилем все завязано. Хочешь, ну, хоть обовеки веков. А на небе все вечно. И по золотым улицам небесного Иерусалима будут ходить спасенные народы. И цари земные будут воздавать славу великому Богу Агнцу, который сидит на престоле. И моя мечта, и моя молитва, чтобы среди спасенных народов, которые будут ходить по Иерусалимским небесным улицам, чтобы был и наш латвийский народ. И чтобы среди тех царей земных Господи, пусть будет и наш президент. Ну, хотя бы премьер-министр. Вот наша задача. Вот наш практический смысл. Амин. Давайте немного помолимся еще. Давайте встанем и поклонимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, открывай ум ко разумению Писания. О, Дух Святой, открывай будущее. Открывай тайны царствия Твоего. Открывай эти прогнозы Израиля. Открывай, Господь, как рушатся границы, как рушатся барьеры. Ты разрушил стоящую посреди преграду между язычниками и между Израилем. О, Дух Святой в нашем сознании, разрушай эти стены. Субтитры создавал DimaTorzok Позволь Христу убить вражду Стоящую преграду Позволь Христу убить вражду И получить награду Позволь Христу убить вражду Провозгласить победу над врагами Бог мира сокрушает сатану Под нашими ногами Позволь Христу убить вражду Разрушить стоящую преграду Позволь Христу убить вражду И получить награду Позволь Христу убить вражду Провозгласить победу над врагами Бог мира сокрушает сатану Под нашими ногами Позволь Христу убить вражду 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 Победу над врагами, Бог мира сокрушает сатану По нашими ногами на языках. Субтитры создавал DimaTorzok Во Христе Иисусе Он примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. И из двух Он соделал одно. Амин. Это великая тайна. Поэтому, если ты дикая маслина, привилась к этой лазье, давайте быть благодарными за то, что у нас сегодня еврейский Бог, еврейская Библия, еврейская история, еврейские корни. Мы не обожествляем людей, мы поклоняемся великому, драгоценному Искупителю, нашему Господу Иисусу Христу. Аллелуйя! 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 Меня очень тронуло, что когда Христос в второй раз придет, его ноги встанут на Иллионскую гору. Когда Он уходил с землей, он говорит, вот таким же образом, вот как сейчас я ухожу, будет день, я вернусь. И тогда мы воспоем ту песню. Вот Бог, на Которого мы уповали, сражались, падали, снова вставали, мы шли за Тобою, туда, где не ждали, сквозь холод, сквозь зной и дожди. Аллелуйя!